В России предлагают расширить возможности Пушкинской карты с точки зрения экскурсий, а также снизить возраст ее получения до 12 лет. Сегодня это один из самых востребованных проектов. Отмечу, Чувашия входит в топ-3 по России и занимает первое место в ПФО по охвату детей и молодежи, вовлеченных в Пушкинскую карту. Об этом говорили в Москве на заседании рабочей группы по развитию детского туризма. Детский туризм сегодня развивается быстро. В Чувашии для этого, например, разработали дневник путешественника. Он ориентирует ребят на самые интересные локации в республике – музеи, парки, предприятия. Однако, как отметили на заседании, детям интересно путешествовать не только по своему региону, но и увидеть другие. Для этого необходимо выстроить единую систему на уровне страны, куда войдут безопасность, качество и доступность путешествий. В Приволжском федеральном округе, к примеру, предлагают объединить регионы в рамках автотуризма, при этом внедрить и детское направление. М-12 однозначно перестает быть просто транспортной артерией, останутся туристической артерией. И вот здесь тоже можно на этом примере сделать хороший стандарт для России по созданию таких площадок, но именно с учетом предложений туроператоров, которые занимаются организованными перевозками детей, какие необходимые требования, что необходимо включить для ребят. Второй год в России работает программа поддержки школьного туризма – детские туристические сертификаты. В 2022 году ими воспользовались около 100 тысяч школьников. При этом в программу входят всего 29 субъектов России из 89. Учитывая, что очень небольшое количество детей может быть охвачено в этих регионах, обычно выбирают детей, ну вот эта практика сложилась уже давно, отличников, победителей конкурсов, программ. То есть наблюдается очень сильное неравенство детей, возможности воспользоваться поддержкой государства в рамках детского туризма. Программу необходимо расширять и придать социальную направленность, в частности включить в нее категорию детей-инвалидов и семьи участников СВО. На основании всех предложений и инициатив по итогу заседания были сформированы рекомендации по дальнейшему развитию программ детского туризма. Они отправились на рассмотрение правительству Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова